Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня Значимых событий и происшествия мероприятий состоялось немало Впрочем, вот краткий анонс информационного выпуска Международный день мигранта За круглым столом обсудили проблему притока иностранных граждан в регион Одни крадут, другие сбывают Рязанские полицейские поймали серийных воров и подпольных бутлегеров Главное не баловаться Спасатели предупредили горожан об опасности пиротехники во время новогодних праздников Ну а теперь обо всем подробнее Вчера в социальных сетях стала появляться информация о том Что в Академии ВСИН правоохранители искали взрывное устройство И якобы по этой причине всех курсантов и преподавателей Вывели здание на площадь Ленина Однако на деле оказалось, что полицейские совместно со спасателями провели учения В Академии была объявлена учебная тревога Учащихся и сотрудников эвакуировали Кстати, по условиям учения сотрудники полиции и спасатели МЧС Отрабатывали поиски взрывного устройства Оперативные службы сейчас в преддверии новогодних праздников Проводят специальные мероприятия по отработке различных критических ситуаций И далее рязанские спасатели уже на площади Театральной Подвели итоги своей деятельности в 2014 году Помимо смотра спецтехники, особо отличившимся сотрудникам регионального управления МЧС Вручили награды 17 декабря региональным управлением МЧС Были подведены итоги деятельности территориальных подсистем Единой государственной службы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций Ежегодный учебно-методический сбор начался с демонстрации современной спецтехники Которая находится на вооружении рязанских пожарных, спасателей, государственной инспекции по маломерным судам, поисково-спасательной службы на воде В рамках сбора состоялась церемония передачи новых автомобилей, повышенной проходимости, приобретенных за счет средств областного бюджета Документы и ключи главам районов и начальникам пожарных частей Вручили вице-губернатор Сергей Филимонов и начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов Мы вручаем сегодня ключи от новой декабря, которая будет служить самому главному делу Делу спасения жизни И я уверен, что работа будет продолжена и в наступающем, в 2015 году Далее в рамках сбора состоялась церемония награждения тех, кто внес значительный вклад в дело защиты населения И территории от чрезвычайных ситуаций, предупреждения различных происшествий природного и техногенного характера Мы подводим итоги деятельности главного управления на территории Рязанской области, которая занимается И, соответственно, единая система предупреждения, кодоваться чрезвычайной ситуацией на территории Рязанской области И будем смотреть, ставить задачи на дальнейшую перспективу развития на следующий год В общем, деятельность главного управления, можно отметить положительную ситуацию То, что действительно количество чрезвычайных ситуаций и погибших людей, самое главное, что мы не увеличимся Это уже большой плюс, это уже, соответственно, дает определенный позитив в работе главного управления Это, так кажется, наша основная задача Поэтому и оценивается главное управление и деятельность всей территориальной подсистемы Также состоялась церемония награждения победителей регионального этапа 6-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» В числе награжденных – журналисты областных телекомпаний, печатных изданий и информационных агентств В номинациях «Содружество во имя спасения» и «По зову сердца» Отмечены граждане, оказавшие помощь пострадавшим, проявившие активную жизненную позицию в вопросах обеспечения безопасности Это те, кто спас людей с пожара, оказал помощь тонущим, помог тем, кто оказался в беде Особые номинации – дети-герои Заслуженные награды получили юные жители Рязанской области, которые не остались равнодушными, проявили активную гражданскую позицию Пришли на помощь детям и взрослым людям, среди них как студенты, так и совсем юные школьники Рязанские полицейские сообщили о поимке организованной группы воров, которые специализировались на кражах из офисов А также стражи порядка в очередной раз изъяли большую партию контрафактного алкоголя Подробности полицейских спецопераций у Натальи Новиковой Рязанские полицейские задержали четырех жителей Рязанской области, подозреваемых в серии краж В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо жителей Рязанской области Любители легкой наживы, среди которых одна женщина, подозреваются в совершении хищений из офисов и организаций На их счету кражи в Шиловском, Ухловском и Старожиловском районах области В пункт полиции Ухлова, международный в Сараевский, поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении нотариальной конторы неизвестные лица осуществили проникновение По данному факту на место происшествия незамедленно выехала группа немедленного реагирования На месте совершения данного преступления были задержаны двое молодых людей, жители районного поселка Шилово Рязанской области Которые были причастны к совершению данного преступления В дальнейшем, в ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий, были задержаны еще два фигуранта Это молодые люди, жители поселка Шилово Рязанской области В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий, все похищенное имущество было изъято По предварительным данным, злоумышленники в ночное время проникали в неохраняемые и необорудованные системой видеонаблюдения помещения И похищали деньги и ценные вещи Похищенные они сбывали, в том числе и на территории соседних областей На сегодняшний день полицейские предполагают причастность задержанных как минимум к десяти кражах, в том числе и квартирным Ранее подозреваемые уже попадались в поле зрения стражей порядка Двое из злоумышленников судимы за аналогичные преступления В настоящее время подозреваемые находятся под стражей Пока одни крадут, другие наоборот сбывают Сотрудники полиции города Рязани пресекли незаконную торговлю алкогольной продукцией В связи с приближающимися новогодними праздниками сотрудники полиции активизировали работу с целью выявления граждан Которые занимаются незаконным изготовлением продажи спиртосодержащей продукции Хочется, чтобы наши граждане Рязанской области отдохнули в своих квартирах с хорошим настроением Они встретили где-нибудь Новый год в больничной палате после отравления каким-нибудь поддельным алкоголем В полицию поступили сведения, что в одном из гаражных кооперативов в Южном промоузле На окраине Рязани ведется бойкая торговля спиртным разных известных марок После проверки информации было выяснено, что реализуют алкогольную продукцию из одного из гаражей кооператива Предположительно, весь ассортимент торговой точки хранился в этом же гараже Конечно, о законности такой торговли и речи быть не могло В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили, что организовал незаконную торговлю спиртным 30-летний житель Рязани В гараже сотрудники полиции обнаружили тысячу литров алкогольной продукции Различных известных марок виски, коньяка, водки, вина и шампанского На бутылках были специальные марки с признаками поделки Также при визуальном осмотре были заметны другие признаки контрафактной продукции Алкогольная продукция была изъята, по данному факту проводится проверка Хочется посоветовать гражданам, которые сейчас закупают алкоголь для встречи новогодних праздников Чтобы покупали их в больших магазинах, а не где-нибудь с рук, в подворотнях Или в каких-то сомнительных ларьках, особенно в ночное время Помните, что здоровье прежде всего Дурной пример заразителен Сотрудники наркополиции задержали 22-летнего юношу, который трудился системным администратором А в свободное от работы время молодой человек выращивал у себя дома коноплю Привычку баловаться растительными наркотиками, а заодно и приторговывать ей Молодой человек приобрел от своего отца Тот же, в свою очередь, несколько лет назад был осужден за незаконный оборот наркотиков Свою оранжерею юноша разбил в платином шкафу, который был оборудован специально для этих целей В квартире наркопреступника сотрудники ФСКН обнаружили и изъяли 6 цветочных горшков с кустами каннабиса В настоящее время с вещественными доказательствами проводятся необходимые экспертизы По результатам которых будет решаться вопрос о привлечении СИС-админа к уголовной либо административной ответственности Сегодня в России отмечают Международный день мигрантов и беженцев А всего же, по оценкам Организации Объединенных Наций, в 2013 году Число международных мигрантов, проживающих за пределами своих стран, составило более 230 миллионов человек То есть более 3% мирового населения Многим развитым и динамично развивающимся странам требуются рабочие руки Россия не исключение Согласно прошлогодней статистике, наша страна оказалась на втором месте в мире по миграционному потоку 18 декабря отмечается Международный день мигранта Города России не стали исключением Рязань также показала свою заинтересованность в миграционном вопросе На научно-практической конференции собрались не только руководители национальных общественных объединений Представители власти и правоохранительных органов Но и преподаватели Рязанского государственного университета вместе со своими студентами Главной темой на повестке дня стало обсуждение ряда проблем Характерных для российской миграционной сферы В основном у нас равные граждане пребывают на территории Рязанского с целью работы Это 32 208 человек, что составляет 61% от общего количества прибывших На втором месте можно отметить это въезд с частной целью С которой въехало 16 084 человека Выступали со своими докладами и студенты с экономического факультета Чем показали свою осведомленность в обсуждаемом вопросе Официальный тон конференции организаторы разбавили выставкой Научной и художественной литературы по миграционной тематике А также тематической фотовыставкой Что бы мне хотелось бы отметить, что в рамках нашего круглого стола Работает фотовыставка «Моя профессия, моя гордость» Наверное, вы видели в фойе, где отражены в кадрах трудовые мигранты Работающие в Рязанском регионе Но именно на их примерах можно увидеть, что человек владеющий профессией Определенной специальностью найдет свое место под солнцем везде Не важно, там у себя на родине или за пределами В любом случае, если отбросить все научно-политические аспекты Останется сфера, где могут гармонично строиться и развиваться межнациональные отношения Такой сферой является культура И в этом направлении Рязанская область работает Опираясь на многовековой опыт совместного сосуществования народов России Еще одна встреча прошла сегодня в здании городской администрации Чиновники напомнили горожанам, что в предновогоднее время Нужно думать не только о своем столе, но и о безопасности Готовиться к новогодним праздникам нужно особенно тщательно Богатый праздничный стол и мишура на елке Это все, конечно, очень хорошо Но забывать о мерах осторожности тоже не стоит Пожары в Новый год случаются нередко Поэтому Управление надзорной деятельности совместно с городским управлением По чрезвычайным ситуациям организовали пресс-конференцию Дабы напомнить гражданам о мерах противопожарной безопасности Повестки дня, петарды, фейерверки и разноцветные гирлянды Хотелось бы еще раз обратиться к администрации объектов Где будут проводиться вагонные внутренние представления и другие праздничные мероприятия С просьбой еще раз обратить внимание на пожарную безопасность своих объектов Посмотрение работоспособности автоматических установок противопожарной защиты Состояние пути эвакуации, провести дополнительные инструктажи С следователями, ответственными за проведение новогодних праздников и мероприятий Также в настоящее время нашим сотрудникам проводится профилактическая работа В местах реализации технических изделий Пока нам известно о 10 объектах, в которых осуществляется продажа техники Но чем ближе к наступлению Нового года, тем больше мест, я думаю, появится в городе Рязани Хотелось бы обратиться к жителям города Рязани Напомнить правила безопасного использования пиротехники При покупке обязательно обращайте внимание на срок годности продукции На целостность товара Приобретать продукцию пиротехники следует только в магазинах, отделах, секциях, павильонах Обеспечивающих сохранность продукции Исключающих попадание на нее прямых солнечных ключей и атмосферных осад Заменять пиротехническую продукцию следует в соответствии с требованиями инструкции По эксплуатации завода-извода При этом инструкция должна содержать четкие требования правильной безопасности К такому пиротехническому изделию Запрещается использовать пиротехнические изделия В помещениях, зданиях, сооружениях В полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов И линии высоковольных передач Погода на предстоящих выходных Особых сюрпризов не преподнесет Но по-прежнему ожидается отнюдь не зимняя погода Все смешалось в нашем регионе В октябре трещали морозы, в декабре начались дожди До Нового года на рукой подать, а зимой даже и не пахнет Среднесуточная температура на 6-8 градусов превышает климатическую норму В пятницу в Рязани немного похолодает В ночные часы температура понизится до небольших, но отрицательных значений И, возможно, пройдет слабый снежок Днем с приближением теплого атмосферного фронта снова пройдут дожди В перемешку с мокрым снегом Порывистый юго-восточный ветер к вечеру повысит температуру до плюс 3 градусов В субботу наш регион снова окажется под влиянием мощного атлантического циклона Осадки преимущественно в виде дождя сохранятся При сильном порывистом ветре температура ночью до плюс 2 градусов Днем до плюс 4 В воскресенье с отступлением атмосферного фронта осадки станут менее интенсивными Температура понизится на 1-2 градуса Но останется значительно градусов на 7 выше нормы В общем, ешьте мандарины, украшайте елки и покупайте друг другу подарки А вот погода пока новогоднего настроения не сулит Это был завершающий видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска программы «Время говорить» Далее в эфире программа подробностей, которая посвящена 90-летнему юбилею Рязанского областного кожно-венерологического диспансера На сегодня это все и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова